Просто космос. О чем это я? О нашей родной Беларуси. Кто не согласен, бросьте у меня камень. А попадете, скорее всего, в смарт-экран. Куда не бросишь камень, попадешь в себя, в свой эгоцентризм. О камнях и булыжниках сегодня поговорим отдельно. И о приземленных цифрах, и о космических задачах. Обязательно о высоком и одухотворенном. О рапсодии и полонезе, который может привести в чувство любого. В общем, о главном, в смысле первом, политика без галстука и купюр пустовой на СТВ. Для тех, кто ищет страну для жизни, для тех, кто хочет разрушить опорные стены родной хаты, чтобы примкнуть к какому-либо государственному строению, для недальновидных и непросякнутых духом Родины. А понтанные родки, те не самых оголовных вершев про нашу батьковшину. У яким пок лишь души беларуса. «Калейон еще не имел родного кута, а не обдымная любовь уже жила у сердца Колосовского Михаила. О да родиме, мой родный кут. Дыквось» – там есть такие слова, адмысловые слова. «Прости еще раз, зернуться, собрать с дорог камень не тыя, что губят силы молодые. Не споткнуться о камне, а значит продолжить свой шлях». Вот основная задача нашей модели развития, особенно сейчас. С одной стороны, эти строки о глубоком философском искании, а с другой – вполне конкретной направленности. Впрочем, это является уникальностью нашего национального устремления. Чисто той своего сердца мы тянемся к высокому полету. Но разумом, понимаем, надо решать вполне конкретные земные вопросы. Их видно лучше всего с воздуха. Вопросы культуро-техники. И где? В Гродницкой области, образцово-показательном регионе страны. Знаете, почему мы не стали Швейцарией? Две причины. Потому что завоеватели нас постоянно топтали, только отстроили страну хатынское пепелище. И так с века в век. Вторая причина в нас самих. Вот мы все про персонифицированную диктатуру, а сами же не можем увидеть и устранить недочеты. Что называется, без батьки хотя бы картошку перебрать. Ну или камни с поля собрать. Неужели ты не видишь, что творится на полях? Что я не вижу, что вы к моему приезду продисковали некоторые участки? Не только продисковали. Я вас проверю на всю катушку. А три района, а Сморгонь, а Островец, а Шмяны. У меня там все схвачено. Ты посмотри, что творится. Они слабейшие. Безобразие. Я не ожидал, что у вас в Гродненской области такое безобразие. Камни на сельскохозяйственном поле – это лишь мелочь, деталь, которая отражает всю политическую стратегию нашего президента. Оставить новому поколению белорусов, управленцам новой каденции, хорошо вспаханное, мягко общественное политическое поле. Без камней. Только засевай. Хотя и засеять тоже стараются государственные аксакалы. Нам надо только собрать урожай. Так вот, обеспечение мира и порядка на белорусской земле стали целью президентской инспекции Северо-Запада Гродненской области. Хотя тема рабочего визита была с привкусом цвета хаки, обойти аграрные темы первый не мог. Еще наши предки вывели золотое правило – к войне готовься, а хлеб сей. Так и жили белорусы. Сеяли хлеб, а на краю поля лежал меч. Свой меч нужен и сейчас, чтобы потенциальным врагам было понятно. Ответим. Лучше воевать на зерновом поле, чем на поле боя. Это один из главных посылов внутренней политики в стране. Сказано, на Гродненской земле адресовано всей стране. Давайте жить дружно и заниматься сельским хозяйством. Из зимовки вышли прекрасно. Ничего не погибло. Все, что хорошо посеяли, все уже зазеленело. Когда такое было, что в марте месяце поля зеленые стояли? Только ленивым может быть сегодня подвергнут критике. Идеальное условие. Никогда такого не было на моей памяти. Народ познается по его мечтам. В глазах белорусов всегда отражалось синекое небо. Кочевников манили чужие женщины и богатства. Викингов территория. Самых цивилизованных представителей западной культуры. Власть над миром. Нас, белорусов, всегда интересовал мир. Мы тянулись к высокому и доброму. Не удалось согнуть панской пугой, нацистскими концлагерями эти высокие мотивы нашего национального характера. Вечного зова к звездам. Еще не успели за растераны Великой Отечественной, а наши люди потянулись в космос. С пепелич-хатыни достигли орбиты. Назовите мне еще один такой народ. Белорусы и русские тогда все вместе, советские, смогли преодолеть эту невероятную пропасть и взлететь. Климук и Коваленок были героями нашего времени и нашей страны. И той чистой и искренней Беларуси, где умели радоваться любому новому свершению и разделять радость друг друга. Наши в космосе – это была верная примета счастливой поры всей страны. Наша нация мечтателей подарила космосу много известных имен. Например, Артемьев и Новицкий. Хотя на скафандрах российский триколор, но биографии рода – белорусские корни. Стремление к высотам, мечты о небе и звездах. Не выжечь в душе нашего народа. И еще, это самое важное. Философия глобализма не искалечила сознание наших людей. Первая белоруска, женщина-космонавт Марина Василевская – представительница среднего возраста, поколение новой формации. Ее выбор – это новые горизонты. И извечная тяга белорусской души к вечному, к звездам. А теперь и окопная, правда, внешней политики. Так вот, воздыхатели по неудавшемуся Майдану. Сравните европейский путь Украины и наш белорусский в союзе с Россией. Можно много говорить о вариативности сценариев. Но перед вами конкретный вывод на примере космоса. Зеленский посылает своих женщин погибать в окопах за интересы западных элит. А наш первый – белорусок в космос. Сегодня день не заплатил тебя выбросить на орбиту. Главное, чтобы было кого выбрасывать и чтобы ты программу имел соответствующую в космосе. Ну и мог создавать космические спутники. Мы это все умеем делать. Поэтому мы действительно стали космической державой, ядерной державой. Своя атомная станция, свое оружие и так далее. Ну потихоньку лапти сбрасываем и одеваем нормальную обувь. Космос – это всегда про мечту, но это дорого. Не только, например, как костюм нашей Марины Василевской стоимостью 5 однокомнатных квартир. Космос – это школа и компетенции, отдельная индустрия в науку. Наука, как и космос – это одновременно и про высоты человеческого разума, и про огромные затраты. Лишь страны с успешной, крепкой экономикой могут позволить себе создавать спутники, обслуживать их, обладать геоинформационными системами. Такая она, наша Беларусь. Когда мы научимся этим гордиться? Давайте вдумаемся. Мы дуем губы из-за ухода заморского фастфуда и не умеем радоваться таким великим свершениям. Акрополисы и аромат чешских кафешек повторить можно. Уже повторили. А те же литовцы едут к нам даже за лекарствами. Горькая, казалось, пилюля по еврорецепту. Что ты мне тут задвигаешь, скажет потребитель? Космос далеко, а цены в супермаркетах близко. Что там? И на этот вопрос был получен ответ на этой неделе. По моему поручению, как вы видели, правительство приняло определенные меры к тому, чтобы взять под контроль систему ценообразования. Это не значит, что мы где-то, где не надо будем сдерживать цены, а где надо там отпускать цены. Нет. Мы хотим выработать стройную систему контроля за ценообразование. Даже в этом составе кому-то это может нравиться, кому нет. Но решение мною принято. И оно подлежит исполнению. Патерналистский подход к экономике – это наша фишка. Нравится это кому или не нравится, но это сработало. Особенно в условиях беспрецедентного давления. Основной темой недели у первого была безопасность. Но я специально отодвинул ее к концу рубрики, чтобы людей излишне не напрягать. Действительно, общество не напрягается. Вот прям в эти минуты дорогие рестораны столицы битком. В торговых центрах не протолкнуться. А сельскую идиллию дополняет аромат шашлыков. Белорусы, это мы так с вами и живем. По нынешним временам просто космос. А вот напрягаются власти и те, кто у погонах. Вне зависимости от размера звезд. Любой взрыв соседней России откликается у нас с командой тревога. В первые же минуты, мне доложил председатель КГБ, он занимается антитеррористическими мероприятиями. Все мы по боевой ситуации привели в действие свои подразделения. Мгновенно. Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Отвернулись и пошли на участок украинской границы. Там молодцы ребята Бортникова, молодец. Поднялись и вышли им навстречу. Операция прошла очень солидно. И вот это взаимодействие белорусов и россиян, оно дорогого стоит. Большинство из нас этого не касается. Мы имеем только фыркать и воротить нос. А власти, а милиция. А спасибо, когда скажем. Почему предприятием не становиться шефами заставы частей? Нет, нет, это не про перераспределение экономической нагрузки на бюджет. Это про человечность, белорусскость. За плечами вот этих военных мы. Вы знаете, прям словно встретился с героями тех правильных советских фильмов про офицеров. Про Украину забывают и забудут, как и не раз предупреждал белорусский лидер. А где новый конфликт устроят игроки геополитической монополии. Соседи, не превращайтесь в Украину. Это заинтересованные люди. Они там далеко. Они хотят, чтобы мы тут друг друга калашматили. Они придут потом на попелище. Они доллары напечатают и будут восстанавливать эту землю, но уже в интересах не наших народов, не Литвы, не польского народа, не белорусского народа. Самая миролюбивая страна в мире – Белоруссия. Мы хотим только мира. И не надо нас ни в чем упрекать, что мы собираемся против них воевать. Точно так я знаю, никто в России не собирается воевать с нами. Но если дернуться в этом направлении, ответ будет мгновенный. Мы все встанем, как Брестская крепость. Подробнее про военную составляющую расскажу завтра в недельном репортаже и про технику, и про людей, про наши условия, и про геополитические причины. И про границу. Кстати, камни на северо-западе Гройнской области уже собирают. А наши соседи выстраивают новые стены непонимания. Что и говорить, они же боятся даже рапсодии. Эпической песни. Действительно, какой эпос? Сплошной европейский фарс. Рапсодия – это детский хор из Молдовы, который Польша и Литва не пропускала к себе на территорию. Сначала мы попробовали выехать из Бреста в сторону Польши. Польша нас не пустила. Существует какой-то закон, о котором никто не знает у нас в стране, что мы не можем, как транзитные пассажиры, поскольку мы не рейсовый автобус, мы не можем выехать из Белоруссии. Сказали это, наше посольство посоветовало нам проехать через Литву. Вот здесь это возможно. Вот мы возвращаемся с этой границы Литвы, которая нас возвращает обратно в Белоруссию. Вернуться в Молдову мы не можем никак. Детские голоса – не иерихонские трубы, чтобы бояться, что они разрушат польские и литовские муры. А вспомните еще плач детей Востока. Вот это видео. Жалко. Белорусы, если бы мы пошли не той дорогой, не за теми людьми, такие же лица были бы и у наших детей. Кому не дошло, еще раз глядитесь в это видео. И главное же, ну свои же правительства Молдовы, проевропейские, а защитить своих же детей не могут. И обе верные. Первая причина – команда Санду, даже польские и литовские политики не воспринимают. Не говоря уже про старые дряхлые демократии. По-фарисейски улыбающиеся дяди из ЕС о гуманизме забыли и о правах детей. Вон стоит на всю эталонную Европу. Суверенитет и самодостаточность – это когда внутри страны помогают аграриям, а внешнее управление – это когда фермеры вынуждены вместо своих полей удобрять площадью муниципалитетов. Классическая Европа. АУ. Не, не слышит. Они своих детей запрещают, а тут отпрыски джунглей. Смотрите и запоминайте европейские настроенные граждане. Какое место в курятнике Еврозоны отведено было бы нам? Ни одна страна не застрахована от своей санду. Наблюдая за приемом детского автобуса, его охраняли с автоматами. Я вспомнил наш советский фильм «Водитель автобуса». Что тогда, что сейчас к нашим детям у них отношение не поменялось. Улыбка, а затем автоматная очередь. А еще я вспомнил свою поездку в Молдову, когда там на улицах из одних рук торговали российским триколором и флагом ЕС. Раздрай и неопределенность. Поэтому на наших улицах место только белорусскому флагу. А если там так боятся детской рапсодии, то точно не захотят слушать современный полонез. Всегда говорил и говорю, нам чужого не надо, свое не отдадим. Все, вот наша логика. Нам есть что, чем защищать. И главное, ради кого. Поэтому уже не важно, как. Чтобы никогда на вас не говорили, что после меня, что вы лаптежники. Там нет, мы космическая держава. И это мы сделали благодаря тому, что проводили правильную политику. Извините за нескромность. Первое условие, чтобы не быть лаптежниками, самим не надо гнаться за заморским дресс-кодом. Уважительно надо быть к своему. Конечно, мудрая дипломатия первого смогла сохранить у нас брендовый дух европейского потребительства. И за это Александр Лукашенко оценит продуманный белорус-космополит. Невероятный белорус-космополит в это время скулит в Варшавах и Вильнюсах. Но настоящий, глубинный белорус благодарен президенту за страну и железобетонную позицию первого по главным вопросам. Если надо, то и в самых дорогих сумочках будем носить гранатометы. Любой колхоз с ним приехать, товарищ президент, любой директор колхоза работает в три раза лучше будет. Да, ну если с собой, да. Эйсман повезет с собой свою импортную сумку, если положит. Это было серьезное заявление, но в шуточной форме. Сейчас сказано конкретно. Самая миролюбивая страна в мире – Беларусь. Мы хотим только мира. И не надо нас ни в чем упрекать, что мы собираемся против них воевать. Точно так я знаю, никто в России не собирается воевать с нами. Но если дернуться в этом направлении, ответ будет мгновенный. Мы все встанем, как Брестская крепость. Невоинственная Беларусь вынуждена защищать свою политическую модель, свое мировоззрение, свой путь. А ведь нас учили, критиковали, призывали, тянули из своей колеи. Но именно выбранный путь позволил выйти на орбиту. Теперь в буквальном смысле. Беларусь – просто космос. Космос – это не только фантастика. Это не только мировое пространство за пределами земной атмосферы. Это еще и особое глубинное мироустройство. Наш родный кот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин